В мире так много нераскрытых тайн и загадок, но сегодня мы отправимся в место, где необъяснимое выходит на совершенно новый уровень. Сегодня мы отправимся в Сумеречную Зону. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и сегодня я расскажу вам про сериал Сумеречная Зона. Но перед началом я напомню, что у меня есть для вас небольшое предложение, ознакомиться с которым вы можете вот по этой ссылочке. А начну я с того, что сериал Сумеречная Зона – это сериал Антология. То есть каждый эпизод здесь самостоятельный и не связан с другими. Разве что общей идеей и небольшими отсылочками. Так это ж черное зеркало, можете сказать вы. Но нет. В черном зеркале за основу взяты идеи научной фантастики. Здесь же ближе к жанрам фэнтези, фантастики, ужасам или мистики. И немного абсурду. Также сериал 2019 года является перезапуском сериала 1953-го. Отчасти благодаря которому у нас сейчас есть в принципе сериал Антологии. И такие представители как «За гранью возможного», «Байки из склепа» и само собой «Черное зеркало». Да-да-да, вот это вот. Это популька черного зеркала. Осознайте это. Также сериал перезапускался в 1985-м и 2002-м годах. Лично, как по мне, «Сумеречная зона» отличный сериал. С горой плюсов. Главный из которых за сюжет. Но также имеющий минус. Хотя, как по мне, это не то чтобы совсем минус. И я сейчас говорю про объяснение происходящего в конце серии. Его нет. Вы смотрите историю, которая случилась. И почему она случилась, вам никто объяснять не будет. И как я уже говорил в обзоре на фильм «Мы», я терпеть ненавижу плохое объяснение. Уж лучше оставьте все как есть. Ничего не объясняю. Первое браво Джордану Пилу. За разумное, интересное и, скажем так, уместное объяснение происходящего. Например, мне дико не понравилось объяснение происходящего в фильме «Знамение». Сам фильм для меня был интересным, загадочным, интригующим, с магией чисел. А виноваты во всем пришельцы. Как пример, я приведу свою любимую вторую серию первого сезона. Внимание, дальше будут спойлеры. И если не хотите их знать, перемотайте на вот это время. Into the Twilight Zone. Я расскажу, не вдаваясь в подробности. По сюжету один парень должен полететь из пункта А в пункт Б. Но свое место он уступает другому человеку и садится на свободное. На этом месте он обнаруживает плеер, на котором записано, что самолет через час пропадет. И некоторые события, предшествующие этому. Пассажиры пристегнулись. Началась демонстрация техники безопасности. В международном аэропорту Далеса шел дождь. А над Атлантическим океаном уже начиналась сильнейшая буря. Пассажиры рейса 10-15 не догадывались, что меньше чем через час их самолет исчезнет с радаров. И никто никогда больше о них не услышит. Парень, само собой, сначала не верит. Но потом, когда события начинают сходиться, он в панике пытается всех предупредить. И все разрулить. Но в итоге он же и оказывается этой причиной исчезновения самолета. Дальше будет еще один небольшой твист, о котором я не расскажу. Но ни в этом твисте, ни в самой серии не рассказывается, откуда взялся этот плеер и кто его туда положил. И кому-то отсутствие объяснения может не понравиться. Но я же считаю, что лучше так, чем какое-нибудь говеное объяснение. Отдельный респект лично от меня я хотел бы сказать Джордану Пилу. У него что фильм годный выходит, что сериал. По поводу актеров могу сказать, что тут в каждой серии появляется как минимум одно более-менее известное лицо. И если с чем-то сравнивать, то я бы сказал, что у нас тут менее юмористические и более продолжительные серии баек из склепа. Вообще, сумеречную зону я бы рекомендовал смотреть по одной серии перед сном. Как спокойной ночи, малыши. Для взрослых. Не, ну а что, серии все равно между собой не связаны. А так, посмотрел, лег спать, лежишь думаешь, что, почему, да как. Часов до 7 утра. Ну что, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Кин. Если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. В описании вы сможете найти ссылку на мой инстаграм и группу ВК. Где вы при большом желании можете поддержать развитие канала рублем. Я же, как всегда, пожелаю вам только интересных сюжетов. И помните, все мы можем оказаться в сумеречной зоне. Пока.